Наксолиты Автор Александр Викторов читает Кукушкин Владимир Итак, представим себе, что вы житель какого-нибудь села, расположенного в восточных штатах Индии. Вашу малолетнюю, иногда даже девятилетнюю сестру насильно выдают замуж за дряхлого старика, который умирает через месяц то ли от старости, то ли от попытки консумирования брака. Затем вашу сестру-девственницу забирают женщины и начинают готовить к обряду сожжения вместе с мужем. Ну, просто потому, что, согласно местным верованиям, она тогда станет святой, и ее вещи можно будет продать. Кушать-то хочется. Казалось бы, подобные обычаи законодательно в Индии запрещены. Вот только полицейский один на десять сел, да и полицейского такого же селянина всегда можно подкупить. А то он и сам одобряет старые и добрые кастовые обычаи. Словом, государство вам не поможет. Совсем. Вообще. Выход один. Бежать в джунгли и искать страшного человека с ружьем и красной книжечкой. На утро, когда бедная девочка, в крови которой алкалоидов и опиатов больше, чем эритроцитов, ритуальные индийские напитки, знаете ли, будет подниматься на дрова для будущего погребального костра, в деревню со всех сторон войдут вооруженные мужчины, которые потом повесят местного жреца. А рядом с ним всех, кто принимал активное участие в этом страшном деянии. Все остальные же жители деревни будут смотреть. Насильно. А затем брат и его маленькая сестричка растворятся в джунглях Красного Коридора вместе с теми, кого все называют наксалитами. Причина, по которой наксалиты вот уже 50 лет ведут свою партизанскую войну, весьма проста. Винтовка рождает власть. Основные районы их действия – так называемый Красный Коридор. Это наиболее бедные сельскохозяйственные штаты Индии, которые, тем не менее, весьма богаты полезными ископаемыми. За то, что корпорации сгоняют жителей деревень с их общинных земель, общинникам положена компенсация. Вот только правительство Индии само не знает, сколько в этой стране живет человек, хотя бы плюс-минус миллион. Поэтому что? Какая деревня? Является самой часто встречаемой реакцией. Примерно так же, весьма часто, общинная земля оказывается в собственности у какого-нибудь, так сказать, помещика, который приезжает и трясет бумагами. Плати аренду за 20 лет. И пофиг, что на эти деньги можно купить весь внешний долг США на момент 2021 года. Плюсом к этому идет огромная, просто всепоглощающая коррупция, на прожорливый прокорм которой у нищих крестьян нет денег. А если правды кругом нет никакой, то стоит ли удивляться, что индийцы не выдержали? Они не выдержали. С момента восстания в бенгальской деревеньке Наксалбари прошло уже 53 года. Однако, моосистские партизаны продолжают действовать на территории 12 штатов Индии. И на момент 2015 года, новее данных я не обнаружил, насчитывали 30 тысяч активных штыков, вооруженных всем, что может стрелять. От старых винтовок ли Энфилд и заканчивая индийскими копиями FN-PAL. В 2004 году им удалось основать так называемый Красный коридор, который протянулся от самого края полуострова Индостан до Бенгалии и оконечности Гималаев. Несмотря на многомиллионные, как в человеческом, так и финансовом плане, усилия правительства Индии, ликвидировать его оказалось просто невозможно. Просто благодаря тем самым усилиям того же самого правительства, только в сфере экономического развития и общественной безопасности страны. Общий разгул религиозного мракобесия, якобы запрещенный в 1947 году, позволил партизанам-атеистам стать реальной властью там, где никто не может или не хочет заниматься проблемами простых людей. Миллионов простых людей. О популярности движения говорит хотя бы тот факт, что во время переговоров лидеров Наксалитов и властей штата выстраиваются огромные очереди из местных, которые желают передать коммунистам прошение о помощи. Потому что идти им просто больше не к кому. Во время таких переговоров в 2017 году в Хайдарабаде местной полиции пришлось применить водометы и спецтехнику для разгона людей, для которых сидящие напротив зажравшегося министра люди единственная надежда. И да, вооруженные силы Индии, которые охотно мочат мусульманских или сиккимских боевиков десятками, официально отказываются принимать какое-либо участие в боевых действиях против маасистских партизан, ровно как и считать их террористами. Потому что, как неизменно повторяет каждый новый начальник индийского генерального штаба, индийские вооруженные силы с собственным народом не воюют. Ваши добровольные пожертвования. Спасибо! Услышимся! 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 Услышимся!